Уважаемые коллеги, гости и участники нашей сегодняшней пресс-конференции, мы рады приветствовать вас в этом зале. Сегодня мы будем говорить об Украине, вернее о том хаосе и беспределе, который происходит в постмайданный период. Кстати, вчера-сегодня четвертая годовщина Майдана, с чем, собственно, мы не поздравляем и нас также поздравлять не надо. Как известно, маховик репрессий за последние три с половиной года с каждым днем набирает оборотов, несмотря на то, что Майдан как идеология, как какое-то событие себя исчерпал в первые же месяцы после так называемой революции достоинства. Поэтому сегодня мы поговорим о тех аспектах, которые за последнее время выставили Украину в глазах мирового сообщества как абсолютно неправовое и недемократическое государство. И я хочу передать слово главе Комитета спасения Украины, экс-премьер-министру Украины Николаю Азарову, который в частности презентует мониторинг нарушений прав человека на Украине за 2017 год. Николай Янович. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хотел бы несколько слов сказать, что вот впервые, наверное, такая пресс-конференция проводится в России, которая посвящена фундаментальным правам и ценностям человека. Четыре года этот режим, по сути дела, уже правит в стране. И все везде рассказывают о каких-то необычных демократических ценностях, правах человека. И такой мейнстрим создали в Европе, в мире, что вот был кровожадный режим Януковича, прошла народная революция гидности. И вот сейчас в стране установились вот такие вот, так сказать, правовая страна создана, демократические ценности и так далее. Вот за эти четыре года я убедился, что Европа, европейские СМИ проходили мимо всех тех фактов многочисленных нарушения прав человека, которые реально начались с самого первого дня Майдана. Я хочу сказать, что как только первого декабря боевикам Майдана удалось захватить Киевскую мэрию, то в подвале этого здания была организована и устроена пыточная. Сколько человек погибло и сколько прошло через эту пыточную, до сих пор никто не знает. Мы об этом поднимали вопрос сразу же, но никто не обращал внимания, я имею ввиду из многочисленных западных визитеров, не соизволил трибуны Майдана, там, Маккейны, Нуланды, там, и так далее, и так далее. Грибов Скайта, там, ну, все, кто был там на этом Майдане, не соизволили пройти 100 метров и спуститься, посмотреть, что же там реально происходит. А реально происходили там ужасные вещи, которые показали звериное лицо тех, кто рвался к власти. Вчера, по вашему российскому телевидению, показали подготовленный итальянцами фильм, пятый канал итальянского телевидения, где журналист итальянский разыскал там снайперов, которые рассказали, кто им поручал, что они видели. Ну, это-то мы знали, вот, и знали, и неоднократно говорили, и рассказывали. Более того, не только мы знали, но и сами, скажем, министр иностранных дел, Эстонии, наслушавшихся рассказов Ольги Богомолец, а Ольга Богомолец, это известная, значит, в Украине фигура, дочь известного врача, богомольца, академика. Вот, она, так сказать, оранжевая абсолютно, до мозга костей, участвовала во всех Майданах, которые в Украине только были. Она с первых же дней организовала бригаду врачей, которые оказывали медицинскую помощь, там, из алкоголизма выводили, там, некоторых перепивших, ну, кто-то там, там, носы разбивал и так далее, и так далее. А вот, когда начались расстрелы на Майдане, начались и начали приносить, значит, устроенный в этом, в отеле Украина госпиталь, она увидела, что раны были, так сказать, как медик она оценивала, причинены снайперами, которые находились сзади, то есть вели огонь из консерватории, если кто представляет себе Киев, с крыши консерватории, с банка, который находился рядом с, с крыши банка, который находился рядом с отелем Украины, из самого отеля Украины, подавляющее большинство людей. И она об этом рассказала этому министру иностранных дел. Потрясенный этот министр звонит Кэтрин Эштон, верховному комиссару, о вопросах безопасности в Европе, человек, который должна была бы на это обратить внимание. Опубликован разговор, дата разговора 22 февраля 2014 года. Эштон сказал, что это очень интересно. Ну, я когда, я лично, так сказать, имел сомнительную честь быть знакомым, беседовать много раз с этой госпожой, я знал, что это абсолютно человек, так сказать, не объективный, никаких расследований не будет. Так оно и было. Никаких расследований не, значит, Европейский совет, никто другой не провел, ни Европейская комиссия. Недавно выступил один из лидеров, так называемых, С-14. Что такое С-14? Нацистская боевая организация, которая существовала в составе правого сектора с самых первых дней Майдана. И он сказал, что мы работали, вообще говоря, после переворота под руководством СБУ, которые дали нам указания. Вот сейчас в Одессе, говорят, завезут русское бабло, там готовится заваруха. Надо это нейтрализовать. Мы поехали и нейтрализовали. О чем он говорил? А он говорил о том самом 2 мая. О сожжении людей, по разным данным, там, они официально говорят, 48, по нашим данным, более 120 человек погибло. И тоже на это никто не обратил внимания. Казалось, вопиющие факты. По Сербии там рассказывали, ужасы нагнетали. А вот вам реальные примеры. 120 человек, 126 человек погибло на Майдане. Расстреляны этой хунтой. Более 100 человек погибло в Одессе. Сейчас уже счет на жертву никто не ведет. Ребята, а где ваши демократические ценности? Где вообще ваши права человека? И так далее. Вот эта тема, она нигде не поднимается, ни на каких форумах, ни на фарманских форматах, ни на каких встречах. Тема защиты фундаментальных прав человека. Тема элементарного соблюдения демократических прав и свобод на Украине. Легально сейчас ликвидирована вся оппозиция легальная. Существует только та оппозиция, которая находится за пределами Украины. Вот в чем ужас ситуации. Говорят, как поменять ситуацию на Украине? Да никак ты ее не поменяешь, пока не восстановишь в Украине хотя бы элементарные нормы. И вот сегодня я собираюсь предложить вот этот вот мониторинг, чтобы представитель России, господин Сурков, передал его своему визави, с которым он постоянно ведет переговоры, господину Волкеру. Ну, мне понятна реакция Волкера, какая будет. Но тем не менее, хотелось бы, чтобы государственный департамент, в котором господин Волкер работает, хотя бы прочитал этот. Я могу за своей подписью отправить главным европейским государством этот мониторинг, как премьер-министр Украины, который лично знает многих из них. Я это сделаю. Давайте вместе посмотрим, а какая будет на этот, так сказать, мониторинг реакция. И вот моя просьба к вам, представителям средств массовой информации. Не знаю, есть у нас иностранные средства? Мы же приглашали всех. Какое международное? Представьте. А вот где все эти рейтеры, да, Би-Би-Си, НБи-Си, чьи корпунты есть, я специально попросил, пригласите все эти Би-Би-Си и так далее. Они же поют с утра до вечера о том, какая Украина демократическая страна. Вот недавно Лукашенко отказался ехать на саммит Восточного партнерства. Так какой словесный понос пошел по вопросу прав человека. Да Лукашенко никого не убил за это время. Вот сколько он там правит, на нем нет крови. А на этих, с кем господа, так сказать, из Европейского союза общаются, руки по локоть в крови. Понятно двойные стандарты, я, так сказать, никаких тут у меня удивлений никакого нет. Но где-то ж какие-то пределы должны быть, где-то ж, так сказать, надо остановиться. Вот вам сегодняшняя реакция, так сказать, западных средств массовой информации. Поэтому удивительно, что вот находится иногда, там, пятый канал итальянский, там, вот недавно была такая разгромная статья в немецкой газете, по-моему, Зидовича Цайтунг, где рассказывался о коррупции, так сказать, этой первой леди, так называемой, Украины с детскими фондами. То есть прорывается такая информация. Но пока, к большому сожалению, майнстрим все-таки нацелен в другом направлении. Поэтому у меня просьба, средства массовой информации, обратите внимание на ЖА, живых, реальных свидетелей, которые сейчас будут выступать. Спасибо, Оксана. И в продолжение темы председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. Здравствуйте, коллеги. Очень у многих и на Западе, и в России сложилось впечатление, что со временем накал политических преследований на Украине снижается. Однако это абсолютно не так. Понятно, что современные политические репрессии, которые сегодня предпринимаются на Украине, направлены не против политических конкурентов Порошенко, а для расправы с инакомыслящими. Но мы видим, что, например, Саакашвили, его сторонники, радикалы, которые громят и воюют с полицией, являются политическими конкурентами Порошенко, но их действия остаются полностью безнаказанными, потому что они, являясь политическими врагами, не являются инакомыслящими. Национализм, русофобия, элизаблюдство перед Западом – это то, в чем они с Порошенко полные единомышленники и союзники. Поэтому борьба с ними носит характер, показать, кто больше из них любитель украинского национализма и патриот в кавычках. Преследования же затрагивают людей, которые могут противопоставить режиму Порошенко внутреннее неприятие радикального национализма, тех, кто не может смириться с прославлением бандеровщины и с отрицанием общей истории. И вот против них вся государственная машина, весь репрессивный аппарат действует с особой жестокостью. И под этот каток попадают абсолютно невинные люди, такие, например, как журналисты, получившие известность в результате своего ареста, например, Василий Муравицкий, или, в общем-то, мало кому известная художница из Донецка Надежда Вакуленко, её художественный псевдоним Галина Журавлёва. Художница, она талантливая, много жила в Санкт-Петербурге и выпускала немало своих выставок, но была летом арестована, когда она поехала в Красный Лиман. И женщина, которой почти 60 лет, которая ничего в руках не держала тяжелее, там, кисточки с красками, объявлена террористкой, и ей дали 8 лет, совсем недавно. Это ли не вопиющий случай? У меня вот передо мной, например, список людей, которые сидят в СИЗО Одессы. Вот мы все знаем, что 17 человек были полностью оправданы судом, но тем не менее ещё десятки остаются в тюрьме по обвинению в сепаратизме и терроризме. И среди них российский гражданин Владислав Гречин, белорусский гражданин Олег Ткачук. И в этом списке люди от 20 до почти 60 лет. Многие из вас знают, что в Харькове арестован 83-летний учёный, Мехти Лагунов, которому тоже предъявлено обвинение в сепаратизме только из-за того, что он является политическим оппонентом, инакомыслящим сегодняшней власти. А зато полной неприкосновенностью пользуются те, кто совершают действительно страшные преступления в глазах европейской демократии. Мыслимо ли дело, чтобы, например, в какой-нибудь европейской столице или в любом европейском городе банда, разгромившая здание суда, осталась полностью безнаказанна. Во всём мире считается, что преступления против судопроизводства относятся к наиболее тяжким, и только на Украине они вообще никак не расследуются и практически никак не наказываются. И жертвы политических репрессий втягивают всё новые, жернова политических репрессий втягивают всё новые и новые жертвы. Вот уже после того, как было объявлено о грядущем обмене военнопленными на постах, которые разграничивают территорию ЛНР и ДНР с Украиной, уже были задержаны десятки людей. Недавно совсем пресс-служба МВД объявила, что 25 человек задержано по обвинению в сепаратизме. Что это? Они готовят увеличивать количество обмененных, или они просто пытаются запугать жителей Донбасса, показывая на самом деле, что их ожидает, если он вернётся в Украину. По факту же задержанные, безусловно, это просто мирные жители, которые ехали к своим родственникам. И после этого есть уверенность, что нынешняя власть реально хочет достичь гражданского мира на Украине. На мой взгляд, она умышленно разжигает гражданскую войну, пытаясь запугать всех инакомыслящих, пытаясь зачистить всё идеологическое поле, превратив Украину в зону активной русофобии. Я думаю, что выпущенный мониторинг, в разработке которого участвовал также и Союз политиммигрантов и политзаключённых Украины, должен показать Европе, в конце концов, реальную картину грубейших нарушений прав человека на Украине. Европа сегодня исповедует и двойные, и тройные стандарты. И вот предъявляя такие неопровержимые факты, мы должны снять с Европы такой флёр такой и в её невинности. Они, оказывается, ничего не знали. Нет, они знали, и они знают, и они будут знать, а будут ли они предпринимать какие-то шаги для того, чтобы бороться с нарушениями прав человека на Украине. Это мы увидим в будущем. Спасибо. Оксан, я знаю, что хочу обратить внимание на что. Вот в этом мониторинге активное участие принимала народный депутат Украины Ирина Бережная. Это оппозиционный политик, который, к сожалению, при невыясненных обстоятельствах погибла в автокатастрофе. Молодая женщина, прекрасный человек, поэтому повод как раз почтить её память. И я ещё хочу сказать, Лариса, вот смотри, в истории Украины был случай, чтобы арестовали журналистку беременную на седьмом месяце, чтобы она родила в тюрьме. Ну, конечно, этого не было никогда. Такое могло быть, вот при всех кровавых режимах до этой хунты. Не могло. А у нас такое было. Это Елена Глинская, которая вот летом прошлого года сумела вырваться из-за стенок Одессы, тюрьмы. Вот сейчас она находится в Москве. Кто-нибудь об этом написал? Даже в России. Вот я уже там не говорю, там за запад. И главным объектом нашего сегодняшнего рассмотрения будет резонансное дело политзаключённой Дарьи Мастикашевой. Я вкратце расскажу. Дарья Мастикашева, ей 29 лет. С 2012 года она проживала на территории России, при этом она является гражданкой Украины, занималась исключительно спортивной тематикой и является главой Российской общественной организации «Золотая лига». Периодически она ездила домой к родственникам, и в августе текущего года она в очередной раз поехала подготовить сына к школе, и 15 августа была похищена сотрудниками СБУ. По сей момент она находится в СИЗО-4, Днепропетровска. Впоследствии в том пыток, её вынудили признаться на видео, в том, что она, естественно, не совершала, это тянет на государственную измену и 15 лет срока. И буквально вот 9 ноября бабушкинским райсудом Днепропетровска было вынесено решение о том, чтобы применить в отношении Дарьи Мастикашевой карательную психиатрию. У нас сегодня здесь находится адвокат Валентин Рыбин, это ведущий украинский адвокат, который является защитником Дарьи Мастикашевой. Помимо того, он защищает очень многих политзаключенных, находящихся в застенках Украины. И, я думаю, он подробно расскажет об этом деле, и о других тоже. Валентин. Спасибо. Защищаю в том числе и граждан Российской Федерации, что является достаточно интересным аспектом, ввиду того, что, к сожалению, приходится сталкиваться с достаточно вязкой и неопределенной позицией Российской Федерации по отношению к своим гражданам, приходится сталкиваться с достаточно вязкой и неопределенной позицией официальных представителей Российской Федерации по отношению к своим же гражданам, которые находятся в застенках в Украине. Ну, вы знаете, я перед тем, как ехать сюда, к вам, в Москву, заехал к матери Даши Мастикашевой в Каменское. Она проживает там с сыном Даши. Заехал узнать, как у них дела, оставить немного денег на жизнь, потому что сейчас семья в буквальном смысле этого слова выживает. При обыске сотрудники СБУ забрали абсолютно все деньги, которые мать откладывала на жизнь. Я знаю, что Сергей Юрьевич помогает, как может, но есть и ежедневные лимиты переводов, и мама Даши носит передачи в СИЗО. Это достаточно недешевое удовольствие, поверьте, это достаточно дорого стоит. Так вот, когда я вошел, ко мне навстречу кинулся сын Даши, Данил. Ему всего лишь 10 лет, но он, конечно же, старается держаться по-взрослому, именно как Данил. И он спросил меня, сколько моя мама еще будет узницей? Вот, понимаете, именно узницей. Я считаю, что не должен ребенок использовать такие слова по отношению к своим близким, тем более к самому дорогому человеку. Но на самом деле, как четко подобрано слово, вот узница, ведь формально ударимости Кашевой сейчас статус подозреваемый, а реально, учитывая нарушение ее прав человека, нарушение ее процессуальных прав, она, по сути, действительно узница. И, вы знаете, вот Данил, такой маленький мужчина, он делает все, что в его силах, чтобы мама поскорее вернулась домой. Мы знаем с вами, как он уговорил маму отказаться от голодовки, которую она объявляла в знак протеста против пыток и нечеловеческого отношения к ней. И написал соответствующее письмо. А сейчас он попросил меня, говорит, дядя Валя, ты едешь в Москву, вот передай, пожалуйста, от меня письмо и подарок президенту Владимиру Путину. Ну, знаете, тяжело было держать эмоции. Я пообещал Данилу, что сделаю все, что в моих силах, чтобы президент это письмо услышал и рисунок получил. Вот я его демонстрирую. На самом деле, вот такой вот рисунок. Не нужно, я думаю, ходить никакому детскому психологу, чтобы понять, что здесь Данил находится со своей мамой, взявшись за руки, они стоят возле новогодней елки. То есть четко понятно, чего хочет ребенок. На самом деле, достаточно ужасная ситуация. И вот такое вот письмо, да, кстати, он такое же письмо написал и нашему президенту, Петру Алексеевичу Порошенко. Они короткие эти письма, я с вашего позволения их зачитаю. Тем более, что это будет, наверное, выполнением моих обязательств. И я надеюсь, что и Владимир Путин, и Петр Алексеевич Порошенко услышат эти письма. Дорогой президент Владимир Путин, моя мама Дарья Мастикашева узница в тюрьме. Я знаю, что вы можете мне помочь, чтобы она поскорее вернулась домой живой и невредимой. Владимир Владимирович, я знаю, что вы самый могущественный человек и можете сделать почти все. Сделайте, пожалуйста, так, чтобы мы с мамой снова были вместе, как на этом рисунке, который я вам дарю. И письмо президенту Украины Петру Порошенко. Уважаемый Петр Алексеевич, весь последний год я мечтал о том, как мы с мамой поедем на новогоднюю елку, как будем вместе гулять и кататься на лыжах. Но сейчас моя мама в тюрьме. Я знаю, что она не виновата, но не знаю, когда она вернется домой. И теперь я боюсь мечтать, потому что не знаю, когда моя мечта сбудется. Уважаемый президент Порошенко, помогите моей маме вернуться домой. Вот такое письмо, на самом деле, ребенок уже боится мечтать. Ведь это, на самом деле, гораздо страшнее, чем все пытки и истязания, на которые сейчас Служба безопасности Украины обрекает Дарью Мастикашев. И вы знаете, очень сложно об этом говорить, но я, наверное, сомневаюсь в том, что у сотрудников Службы безопасности Украины, которые таким образом себя ведут, по сути, похитив человека, женщину, истязая ее, пытая, снимая на видео, а потом демонстрируя это видео на самом высоком уровне, я сомневаюсь, что у таких людей вообще могут быть семьи, жены или дети. Я бы хотел процитировать великого писателя Федора Михайловича Достоевского, что даже счастья всего мира не стоят слезинки на щеке невинного ребенка. У нас, к сожалению, в Украине сейчас Достоевский не в почете, мы все больше по Некрасову живем. Знаете, кого хочу помилую, кого хочу казню. Точно так же, как и в случае с Дарьей Мастикашевой я как защитник неоднократно обращался в правоохранительные органы, доказывал тот факт, что видео, которое продемонстрировал председатель службы безопасности Украины, отсутствует в материалах уголовного производства. Есть официальные ответы службы безопасности, которая ведет расследование данного производства, о том, что видео не снималось. Возникает вопрос, откуда взялось видео, на котором Дарья Мастикашева с заретушированным лицом, а мы доказали тот факт, что она была с телесными повреждениями и с избитым лицом. Так вот, на этом видео она признается в совершенном преступлении. Этого видео нету, возникает вопрос, откуда оно взялось. По сути, уголовное производство по Дарьи Мастикашевой в правовом плане уже уничтожено, поскольку все доказательства, которые будут собраны по данному производству, они изначально являются недопустимыми, поскольку получены в результате пыток. Это и международные нормы, и нормы национального процессуального законодательства. По сути, дела нет. Однако, Дарья Мастикашева продолжает находиться в тюрьме. Более того, Оксана сказала о том, что 9 ноября было принято решение о проведении стационарной психиатрической экспертизы в отношении Дарьи Мастикашевой. В чем циничность ситуации? Дарью Мастикашеву из следственного изолятора 31 октября насильно вывозят для проведения амбулаторной психической экспертизы. Естественно, напуганная женщина, не зная, что происходит, без объяснения ей причин, куда ее доставляют и с какой целью, отказалась уже перед врачом, будучи, отказалась от участия в экспертизе и сказала, пока не будет защитника, пока я не увижу и не пойму, что будет происходить, я отказываюсь принимать участие в данном мероприятии. Вместо того, чтобы сообщить защитнику о том, что необходимо прибыть, принять участие в проведении экспертизы, обеспечить защиту Мастикашевой, что делает следствие? Следствие получает вывод вот этих вот трех сатрапов, врачей, которые пишут, что Дарьи Мастикашевой рекомендуется проведение стационарной психической экспертизы. Вот просто безосновательный вывод, он у меня есть, я его могу потом продемонстрировать. И на основании этого вывода обращаются в суд и судья в судебном заседании спрашивает у прокурора, вот Мастикашева находится, какие у вас есть подозрения в ее состоянии здоровья, она адекватная, неадекватная, прокурор говорит, ну у нас нету никаких сомнений, все нормально, но вот есть вывод врачей, мы считаем, что нужна стационарная психиатрическая экспертиза. Выходит судья в совещательную комнату и провозглашает после выхода совещательное решение о том, что назначить стационарную психическую экспертизу, причем назначить ее на протяжении месяца, это максимальный срок, по которому может проходить стационарная психиатрическая экспертиза. Что это? Абсолютные пытки обстановкой проведения психиатрической экспертизы для здорового человека в тюрьме. Относительно реакции европейского сообщества на дело Дарьи Мастикашева, я хочу сообщить вам следующее. Была подана соответствующая жалоба Дарьи Мастикашева, она была зарегистрирована европейским судом по правам человека. Учитывая тот факт, что данная жалоба подавалась в аспекте статьи 3 и статьи 5 конвенции о защите прав человека и основоположных свобод, данной жалобе был присвоен определенный приоритет в соответствии с глобальной политикой европейского суда по правам человека. Так вот, по прохождении некоторого времени, к сожалению, приоритет данной жалобы был снят. Мы обратились с соответствующим ходатайством по правилу 39 регламента Европейского суда по правам человека и просили Европейский суд хотя бы принять обеспечительные меры по отношению к Дарье Мастикашевой запретить Украине проводить по отношению к Дарье Мастикашевой стационарную психиатрическую экспертизу и принудительный отбор ДНК-проб. Это тоже отдельная тема. К сожалению, мы получили отказ и в этом нашем ходатайстве. Однако, Европейский суд уведомил нас, что они заинтересованы в данном производстве и просят нас сообщать о всех необходимых изменениях. Возникает следующий вопрос. Будет проведена психиатрическая экспертиза стационарная. Человек, находясь в месяц в тяжелейших условиях вместе с людьми неадекватными и психически больными, испытает невероятный стресс и после этого, возможно, Европейский суд по правам человека заинтересуется данным производством. Чего ждет Европа в данном случае? Все доказательства неправомерного задержания, наличия пыток, истязаний Дарьи Мастикашевой на лицо, европейское сообщество, к сожалению, очень тяжело реагирует на данные аспекты. И, заканчивая вот по делу Дарьи Мастикашевой, хочется обратить ваше внимание, что это же не только человек, это же женщина на самом деле. И мы с вами взрослые люди апеллируем к политике, к проблемам, к выгодам, к различным вопросам, но нам это кажется важно, а на самом деле мы забываем о самом главном, вот мы забываем о вот этом, что на самом деле постоянно в этой суете мы вместе с водой уплескиваем ребенка. и я опять хочу вернуться к Достоевскому, что не стоит счастья всего мира слезинки невинного ребенка. А в городе Каменском на улице Харьковской к сожалению не слезинка, а по-настоящему рыдает десятилетний мужчина Данил. Поэтому я хочу с помощью вас, уважаемые представители массовой информации, донести и президенту Владимиру Владимировичу Путину подарок Данила и письмо, которое он написал, и также просить вас о широчайшем распространении данных письм. Спасибо. Ну я еще хотела бы дополнить, что Дарья заявила о том, что она сможет опознать тех, кто ей пытал и по факту нечеловеческого отношения, а также защитой поддана заявление в Генпрокуратуру на действие сотрудников службы безопасности Украины и карательная психиатрия, она направлена по сути на то, чтобы ее признать невменяемой, после чего собственно все ее заявления о пытках и нечеловеческих отношениях просто аннулируются и не будут являться действительными. Ну а сейчас Сергей Соколов это экс-руководитель службы безопасности Бориса Березовского, сейчас он эксперт Федерального информационного центра аналитика и безопасность это супруг Дарьи Мастикашевой. Сергей, ну насколько известно, по факту Дарью все-таки задержали в августе из-за твоей деятельности, вот скажи, чем ты насолил украинским властям? Добрый день. На самом деле мы занимаемся расследованием в сфере коррупции, криминала достаточно давно. Руководитель нашей организации Руслан Мильченко, бывший сотрудник правоохранительных органов и в том числе мы занимаемся расследованиями давно, где-то с 2010 на 2011 годах занимаемся коррупцией и криминалом на Украине. Вот вы знаете, мне хочется сказать, что в 90-е годы, когда я работал с Борисом Березовским, у нас тоже была гражданская война, у нас тоже была Чечня. Я первую компанию чеченскую практически каждую неделю туда выезжал. и даже вот в этом ужасе, который был в то время, все равно были какие-то правила. Среди бандитов 90-х, руководителей бандформирований чеченских и приезжали, вы знаете, наемники туда, все равно были правила. Никогда не трогались жены и дети. Это было непреложным законом. И поэтому, когда мы занимались службой безопасности Украины, то, чем у нас занимается совместно с Днепропетровской УПГ, а это торговля людьми, торговля наркотиками, я подчеркиваю, под руководством службы безопасности Украины. Детской проституции, порнографии, убийствами. Нам с Русланом Мельченко неоднократно поступали звонки и предупреждения, угрозы. Но вот все эти преступления, когда мы занимались, они, знаете, вот сейчас я это понимаю, поскольку испытал нечто личное, как-то вот они смотрелись как со стороны, как будто это было не с тобой. и вот сложилось так, что мне пришлось испытать личные эмоции по отношению к преступлениям службы безопасности Украины, когда похитили мою жену. Я вам скажу, это совершенно другие эмоции. Даже сейчас, в принципе, мне очень сложно говорить об этом, потому что я знаю, как ее пытали, как ее душили. Только из-за того, что, в принципе, в российских СМИ я озвучил ту информацию, которая представляла серьезную угрозу для нашей страны, для Донецкой Народной Республики и Луганской, и для Крыма. Я озвучил фамилии инструкторов и диверсантов и местонахождение полигона, где находятся диверсионные группы, которые готовятся для заброска в Крым, ДНР, ЛНР и Российскую Федерацию. О том, если говорить, вот Николай Янович абсолютно правильно сказал, если говорить о Европе, хваленной демократии, опять-таки повторюсь, это не нечто из сми, а это личный опыт, мы с Русланом испытали это на себе, мы обратились во все европейские правозащитные организации, включая и ООН, и в Комиссары, и прочее, 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 включая правозащитные организации Украины в том числе. И вот вы знаете, из европейских единственная организация, которой я безмерно благодарен и лично Татьяне Купер, возглавляющей эту организацию на Украине, единственная организация, которая откликнулась. Притом, когда ты читаешь прессу европейскую, кажется, что действительно эти вот европейские ценности, там, защита прав человека, они действительно существуют. Вы знаете, ну это фарисейство на уровне запредельном каком-то, потому что, вот, например, он нам, знаете, вот прислал ответ комиссар, вот приблизительно такого состояния, вот такого плана, вот мы пишем там, убивают человека, а они нам отвечают, вы знаете, вы определите, по каким статьям убивают человека, и составьте формуляр на 30 листах, и мы вам посылаем 6 брошюр, которые вы обязаны изучить. Конечно, безусловно, российские средства информации, я чрезвычайно благодарен, они осветили вот это событие, и, конечно, благодаря только информированности общественности Даша осталась жива, потому что увозили ее убивать. Вы знаете, что такое асфиксия, если 4 раза маленькую девочку душат здоровые мужики, она теряет сознание, писается под себя, потом приходит в себя, и пытки продолжаются. Почти двое суток одни издевались. И это делали не бандиты, это делал неправый сектор, не Айдар, не Азглов, это делали действующие сотрудники безопасности Украины. И после этого их руководитель, говорит, так еще призывает к чести мундиры, к офицерской чести. На сегодняшний день положение дело таково, что Даша содержится в СИЗО, перспектив выйти у нее практически нет, она сейчас находится в списках по обмену, но приезжал недавно совершенно один очень информированный человек, который сказал мне прямым текстом, плевать на эти списки, Дашу не выпустят. Вот вдумайтесь слова, которые мне говорит человек, месседж от службы безопасности Украины, она ценный товар, мы ее сейчас осудим, а потом поменяем человек на 20 или за деньги продадим. Это месседж от официальной структуры. И потом, я с вами абсолютно полностью согласен, никакой реакции ни Европы, ни Соединенных Штатов нет. То есть фактически фашистский режим, который сейчас присутствует на Украине, этим молчанием и безразличным, а я вот говорю это может быть чересчур эмоционально, может быть так не надо было говорить, но я это пережил сам. У меня жизнь как бы разделилась до и после. так вот я хочу сказать, что вот это безразличное и молчание это поощрение этого режима. Именно поощрение. я в продолжение темы вот я смотрю мониторинг обложку мониторинга и вижу здесь знакомое лицо своего подзащитного гражданина Российской Федерации Евгения Мефедова. Вот здесь кстати находится Максим Соковов это человек который с Женей три года провел в одной клетке будем говорить и буквально еще свяжи в памяти те события которые были в Ильичевском городском суде Одесской области вот есть граждане Украины есть такие же граждане Российской Федерации которые между прочим относятся Евгений Мефедов человек 2 мая 2014 года из дома профсоюзов с ожогами верхних дыхательных путей с ожогами верхних конечностей был доставлен в больницу уже в больнице к нему прибыли сотрудники службы безопасности Украины как только узнали о том что он гражданин Российской Федерации его судьба была решена следующие три с половиной года человек провел в тюрьме по обвинению якобы в организации и активном участии в массовых беспорядках три с половиной года доказывал свою невиновность доказал свою невиновность в суде было правдан тут же 18 сентября прямо в зале судебных заседаний Ильичевского городского суда прокуратура Одесской области службы безопасности управления службы безопасности в Одесской области абсолютно надуманное новое подозрение якобы в провозглашении лозунгов которые вредят территориальной целостности Украины призывы к изменению территориальной целостности Украины был задержан неправомерно и доставлен опять в СИЗО избрана мера пресечения в виде содержания под стражей уже в апелляционном суде Одесской области судей разбираясь с данным подозрением и есть многочисленные видео где я выступал и доказывал необоснованность подозрения признал нарушение прав Жени Мефедова в первой инстанции при избрании меры пресечения и отменил решение об избрании меры пресечения однако Женя Мефедов так и не попал на свободу почему потому что пока находился в СИЗО пока разбирался апелляционный суд предъявлено еще одно подозрение уже в умышленных действиях направленных на свержение только подумайте конституционного строя Украины или захват государственной власти и естественно отмена апелляционным судом решения об избрании меры пресечения по предъявленному подозрению не сработало потому что было новое подозрение и новое решение о содержании по страже и к сожалению опять в апелляции встречаемся опять работаем доказываем необоснованность подозрения показываем видео которым оперировала служба безопасности где Евгений Мефедов абсолютно никаких действий не предпринимает даже не открывает своего рта это кстати подозрение о том что он лозунги какие-то выдвигал и вот этот вот надлом судей не могут перешагнуть через вот этот беспредел который осуществляется служба безопасности и прокуратурой принимается решение о том что подозрение обоснованное Евгений будет находиться в тюрьме а вот откуда идет вот эта безнаказанность вот как вы думаете судьи они что сами эти решения принимают Грицак этот председатель службы безопасности уже сам это принимает нет он же приходит ну я-то хорошо знаю структуру власти приходит к Порошенко а тут говорит дави их гадов уничтожай их плевать на все конституции и законы Грицак выходит вызывает подчиненных а он набрал бандеров в западной Украине то же самое делает то же самое по судам идет вот откуда мы хотим найти какие-то какое-то понимание какие-то права человека у людей которые отдавали приказ своих же стрелять на Майдане которые отдавали приказ сжигать людей в доме профсоюза которые занимаются террором у которых руки по окоте в крови и мы думаем что с ними можно о чем-то договариваться вот это меня удивляет я 4 года за этим наблюдаю все эти форматы и так далее и так далее о чем с ним можно о чем можно договариваться с бандитом вот о чем можно договариваться с аморальными абсолютно бандитами какие они условия будут выполнять они будут только под условия применения силы что-то выполнять и все они не считают свои подписи над мин под минскими соглашениями обязательными для себя вот 3 года прошло никто ничего не выполняет могут обещать что угодно не выполняют и так далее о чем с ними можно договариваться уже мои коллеги прежде чем перейти к вопросам я хотела бы представить еще несколько человек которые находятся в нашем зале которые на себе испытали так называемые все прелести украинской демократии но это Максим Соколов которым Валентин Рыбин остань покажись которым Валентин Рыбин сказал практически 3,5 года одесской тюрьмы только за то что человек гражданин России да вот одесские события Александр Александровский это сын народного депутата Украины от компартии Аллы Александровской которая является политзаключенной на данный момент она к счастью находится под домашним арестом но тем не менее несколько долгих месяцев она провела в СИЗО это при всем том что ей практически 70 лет она сейчас находится на территории Харькова и Вадим Погодин это экс-комбат батальона Керчь которого летом этого года пытались экстрадировать на Украину по запросу Интерпола по надоманному обвинению и фактически недавно суд в течение трех месяцев в отношении него вынес приговор пожизненное заключение то есть человека никуда не вызывали но это фактически первый человек на Украине который заочно приговорен уже к пожизненному ну а теперь переходим к вопросам вопросам вопрос у кого вы все сказали о двойных стандартах которые исповедуют в Европе в США но насколько я знаю вы Николай Янович еще когда как раз было актуально дело Александровской вы писали письмо и послам Евросоюза обращались лично к ТЭФТу хоть какая-то реакция есть официальная и еще у меня такой вопрос когда вы говорите что совершенно не обращают внимания ни западные журналисты ни политики на факты нарушения прав человека вы когда даете интервью допустим западным СМИ вы поднимаете этот вопрос эти факты попадают потом в иностранную прессу или нет они замалчиваются или все-таки какая-то реакция есть интересный вопрос потому что вот за это время что я нахожусь в Москве ну я наверное пару десятков точно давал а может больше интервью ведущим западным изданиям а потом если даже они появлялись в этих изданиях то очень даже препарированные как правило с заголовками не отвечающими сути интервью то есть существует стопроцентная цензура теперь я в первый раз говорю о том что я неоднократно обращался к послам стран ЕС которые находятся в Москве к некоторым руководителям государства правительства он упомянул господина Тефта бывшего посла значит Соединенных Штатов в России а до этого он работал послом в Украине в то время когда я был премьер-министром я с ним встречался десятки раз ну любая американская делегация естественно с послом а прежде чем этой делегации приехать этот посол просит а вот пожалуйста я вас прошу примите я его всегда принимал у нас установились какие-то личные отношения он же такой добродушный дядька вспомните вот такой вот ходит улыбается так вот я направил ему письмо написал ему личное письмо Тефт ты ж помнишь мы с тобой десятки раз встречались разберись обрати внимание ни ответа ни привета это говорит прежде всего об уровне человечности прежде всего об уровне человечности порядочности вот и все поэтому давайте мы перестанем иллюзии испытывать уже как-то отойдем от этих иллюзий которые нам 25 лет вдалбливали ваш вопрос у меня вопрос к Николаю Яновичу вот уже 4 года прошло с Майдана и мы постоянно слышим от ваших представителей из Украины что вот вы вернетесь вы что-то сделаете эта власть не продержится и полгода продержалось 4 я вообще не поддерживаю Порошенко как и не поддерживал Януковича если бы он был и ваше правительство все-таки работало эффективно вы бы не оказались здесь с одной стороны но у меня вот вопрос такой что мы ждем все ждем что эта власть сменится в Украине я например очень жду так же как и все тут но понимаете в чем дело вот комитет созданный вами чем он все-таки занимается он занимает ведет ли какую-нибудь подрывную деятельность все-таки для того чтобы эта власть существовала как можно меньше или же все-таки проводятся вот такие вот семинары пресс-конференции которые ничем не заканчиваются будет ли какая-нибудь все-таки с вашей стороны кроме вот извините жестко скажу демагогии от перехода от слов к действиям или мы все-таки вот так вот и будем ждать потому что ваши эксперты из Украины все приезжают на российское телевидение только и говорят что это все должно закончиться закончиться а когда это закончится мы от вас это должны все-таки увидеть а не от России вы сами должны и не Европа не Америка они никогда не будут заниматься поверьте Украины вы должны вернуться туда и навести там порядок а вы этого не делаете может пора заняться этим делом все-таки Николай Янович разрешите я отвечу пожалуйста я потом дополню спасибо большое ну на самом деле если вы ждете то вы можете продолжать дальше ждать я вам пожелаю только успеха в этом дело в том что проведение и пресс-конференций и встреч и сигнализирование вот такими вот мониторингами в том числе и европейскому сообществу и сигнализирование и Российской Федерации это достаточно большая часть работы как раз таки по формированию мнения общественности международной по отношению к тому что происходит сейчас в Украине ждать можно бесконечно однозначно вопрос изменения политической обстановки в Украине и изменения ситуации которая сложилась в Украине это вопрос внутренней политики Украины и общество которое находится в Украине и которое не согласно допустим с действующей властью имеет абсолютные скажем так задекларированные права с этой властью не соглашаться и выражать свою позицию так вот проблема в том и заключается что к сожалению вот такие пресс-конференции такие круглые столы невозможны в Украине почему мы приезжаем в Российскую Федерацию почему мы посещаем европейское сообщество с данными мероприятиями потому что в Украине я вам говорю это абсолютно четко сейчас к сожалению это невозможно по Дарье Мастикашево я неоднократно обращался в ведущие информационные агентства с просьбой организовать пресс-конференцию для того чтобы на внутреннем уровне донести позицию по данному делу президенту и председателю службы безопасности Украины и что мне отказывают говорят извините это не формат извините к сожалению мы такую пресс-конференцию провести не можем люди напуганы и поверьте мне они были напуганы очень жестоким поведением в декабре 13 февраля 2014 года они напуганы тем что происходит сейчас на Донбассе так называемой антитеррористической операцией ведь на самом деле ужасные вещи происходят поэтому формирование внутренней абсолютно четкой позиции необходимо но к сожалению оно очень усложнено тем что происходит и об этом говорила и Лариса и об этом говорил Николай Янович постоянные преследования постоянные политические заказы а внешняя позиция части общества которая не согласна с тем что происходит в Украине она как раз таки выражается вот на таких форумах спасибо я вот что два буквально короткие замечания сделаю по поводу молодого человека который тут высказался если кто-то продолжает верить вот в байке что народ восстал в Украине то он ничего не понимает и ничего не знает что народ сейчас не восстает его сейчас экономическая социальная ситуация в 3-4 раза хуже чем была в наше время что он не восстает плата за жилищно-коммунальные услуги больше чем размер зарплаты и пенсии на зарплату и пенсии невозможно лечиться было при мне 14 миллионов пенсионеров сейчас стало 11,2 миллиона куда делось 2,8 миллиона пенсионеров было население 45 миллионов сейчас если дай бог 28 насчитается все это байки все это народные восстания и так далее я-то свидетель этого я знаю что никаких народных восстаний не было был хорошо организованный заговор спецслужб кто сейчас реально управляет Украиной три группы в американском посольстве которые решают все вопросы одна занимается так называемой коррупцией а точнее кадровой селекцией вторая занимается Донбассом и третья занимается внутренним управлением хорошие специалисты все решают все управляют и пока американцы не изменят свою позицию а позиция простая поддержание антироссийского направленного исключительно против России режима что могла сделать внутренняя оппозиция во времена Гитлера я не зря сравниваю пора давать реальные оценки того режима который сейчас существует в Украине конечно Порошенко это не Гитлер безусловно там есть кому исполнять функции естапа вот рассказывает человек какое СБУ волосы дыбом встают откуда понабрали столько мрази и столько ублюдков в эту службу весь мусор всплыл посмотрите состав батальона торнадо четверть рецидивистов сам командир торнадо Руслана Нищенко пять судимостей по тяжелым статьям звание подполковника украинской армии и пока уже пытки насилования изнасилования там грабежи мародер уже не достали безнаказанность вот только тогда этого Руслана Нищенко посадили так он умудрился в СИЗО где сидел до полусмерти избить надзирателя что с судами происходит вы что этого не видите теперь на чем держится этот режим я уже сказал функции управления за страной большой он держится исключительно на подачках на кредитах на помощи прекрати эту помощь он завтра же развалится так что мы делаем мы говорим европейцам ребята кому вы деньги даете я так грубо говорю это вот наши мониторинги мы провели в Брюсселе слушание провели в Берлине слушание мы говорим спрашивайте у госпожи Меркель как она общается с этим режимом режим-то кровавый режим-то нацистский так вот подчеркиваю сейчас наша задача очень большая донести тем кто их поддерживает информацию правдивую вторая очень важная задача вот он знает надо до людей украинских довести правду ведь их с утра до позднего вечера зомбируют абсолютно все каналы российской агрессии российскими диверсантами террористами так или не так абсолютно рассказывают что кто-то там прежнее правительство украло чего-то миллиарды там Янукович какие-то вывозил да та коррупция которая сейчас в Украине она вообще говоря на порядок выше на порядок выше поэтому то что мы делаем мы делаем все что в наших силах прежде всего разбудить международную общественность дать донести эту правдивую информацию до высших эшелонов европейских стран и дать украинскому народу информацию я нигде никогда не говорил что этот режим через полгода рухнет я очень хорошо знаю на чем он держится но я твердо убежден что он рухнет вопрос времени и небольшая ремарка буквально недавно Николай Янович Азарова в очередной раз вызывал генпрокурор Юрий Луценко на допрос поэтому я считаю абсолютно глупо предлагать политику которая преследует с украинским режимом вернуться на Украину и возглавить там борьбу так дальше можно прямо я вот дополню Николая Янович вот на чисто бытовом уровне вы говорите вернуться в Украину я могу сказать что вот задержали Дашу просто одноклассников и ее выдергивали в СБУ избивали и требовали дать показания ее мать избили до полусмерти в присутствии внука были подруги матери их вывозили в СБУ и там предупреждали народ запуган потому что этот режим держится на штыках бандитов я вам могу предоставить вот наш центр предоставит документы как создавались эти батальоны все на деньги Коломойского и Порошенко в 2000 каком-то вот у нас есть эти документы создавались они исключительно из лидеров бандформирования которые узаканивали свое оружие и свое положение это самоубийство ехать туда знаете если нету покровительства Соединенных Штатов и свободно демократической Европы народ не поддерживает нет если народ выбрал эту власть партию регионов народ выбрал значит народ должен выйти за ней а где он а он напуган а значит партия регионов не пользуется все-таки рейтингом вы понимаете дело в том что вы посмотрите на днях буквально вчера из Украины выдворили очередного журналиста Игорь Петрашевич Реофан давайте вы поедете вместо него туда и разберетесь со всем тем что там происходит нет давайте так он правильно задает вопросы очень правильно спасибо за вопросы видно что переживает за Украину вот никто даже в России ни разу не показал что рядом с Майданом существовал Антимайдан и на этот Антимайдан съезжались десятки тысяч человек вот недавно по российскому телевидению показали фильм что стало с теми ребятами которые возвращались в Крым с Антимайдана не знаете что стало автобусы остановили сожгли в Черкасах ну в районе Черкасской области и так далее народ как раз Антимайдан не поддерживал мне как премьер-министру почему я ушел потому что я чувствовал что невозможно мне работать уже наши избиратели с Донбасса с Юго-Востока постоянно спрашивали когда вы примете меры и уберете эту нечисть с площадью этой незалежности когда вы примете ради то что ради чего мы вас назначали избирали и вы возьмите мое выступление 20 января на заседание кабинета министров я сказал хватит уже черта красная передина как только стали бензином обливать беркутцев и убивать их либо мы есть либо нас нет после этого мне Янукович говорит слушай чего ты подрываешь мне мирные переговоры мне вот посол американский звонил мне тот звонил я стал уже так сказать неудобным премьер-министром начали удобного подбирать народ нас поддерживает теперь смотрите что произошло все средства массовой информации после переворота у них в руках все абсолютно стали обливать грязью какие-то миллиарды Янукович там возил какие-то золотые батоны которых никогда в жизни не было какие-то золотые унитазы лили грязь ситуация все хуже становилась и всем рассказывали что это мы оказывается виноваты мне в голову не приходило я не мог этого понять почему при мне гривна была 4 года 8 гривен за доллар и каких никаких вопросов не было и она бы еще дальше была бы там года 2-3 ну там девальвировал немножко там на 5 копеек на 10 но никогда не стало 26 гривен так оказывается я виноват в этом интересное дело при мне за квартиру платили 300 гривен сейчас 3000 и оказывается я в этом виноват при мне сало стоило 15 гривен килограмм сейчас 150 и оказывается я в этом виноват ребят отдайте власть я вам покажу как работать через 2 года все будет нормально не отдаете да что ж гавкаете тогда вы сначала покажите как надо работать докажите а потом гавкайте вот сейчас только у народа немножко что-то стало и то далеко не у всех но что-то стали понимать да как же так вроде было же лучше вроде обещали европу 5000 евро зарплату а ее ее нет поэтому молодочек вы правильно задаете вопросы очень правильно и где-то партия регионов полтора миллиона человек сидят запуганные вот но стоит вернуться и все так сказать проснуться все вдруг распугаются да прозреют и вот увидите вернется власть забьются эти нацисты в коморки в свои в подвалы и нос они покажут я этот бандеровский характер схроновский очень хорошо знаю они смелые только тогда когда власть у них как только власть поменялась сразу схроны и будут рассказывать какие мы хорошие я приезжал на западную Украину мне все так сказать в ладоши хлопали а вот вы то построили вы то сделали и нож точили в спину менталитет такой Алексей Журавко экс-народный депутат Украины я хочу привести живой пример вот недавно был тамбовец Георгий задержан у него мать родилась так служба безопасности отрабатывает на сегодняшний день новое давление на людей которые не согласны с этим режимом сегодня подкладывают наркотики тяжелые при том и осуждает людей ну сразу же на 8 лет дают хотя он представлял и всем высказывал свое мнение я за мир войны между Россией и Украиной нет устроили эту войну эти негодяи это вот первый пример вот второй пример Эдуард Коваленко 65 года рождения присудили 5 лет ему осужден по генетическому району Херсонской области распространяются слухи что он есть сепаратист что он формировал банк формирования для того чтобы Россию можно было завести и всякие прочие прочие дела вот таким методом сегодня занимается СБУ а вообще-то по Херсонской области уже больше 70 человек задержаны и терроризируется карательным органом СБУ мало того недавно целая группировка приехала непосредственно американских спецслужб о отработке ну наподобие таких как я людей которые не согласны с режимом так вот я на сегодняшний день являюсь тоже инвалидом первой группы я против этого режима и говорю как оно есть как вы думаете я являюсь способником террориста каким автоматом я буду стрелять и какой рукой вот вам живой пример вот до чего сегодняшняя власть дошла поэтому у меня одно мнение надо объединяться и сносить эту чертую власть и хватит с этой Европой баловаться спасибо Александр Александр Александровский ну много было сказано уже в отношении спецслужб и всего того правового беспредела который происходит сейчас в Украине я непосредственно сам на себе год назад это все испытал прежде всего я хочу поблагодарить и Валентина Рыбина и его друзей коллег адвокатов которые в Украине несмотря ни на что я знаю что и повестки вручали в АТО и избивали в Харькове адвокату Шадрину автомобиль сожгли представители правого сектора хочу выразить им благодарность за то что несмотря ни на что они все равно занимаются этим сложным делом но очень полезным и вот изучив кратенько мониторинг хочу сказать что очень хорошо грамотно написано но хочу попросить прежде чем он будет передан или сотрудникам администрации президента России или же дальше в европейские структуры я хотел бы чтобы его немножко добавили да потому что ну вот например я посмотрел по Харькову ситуацию далеко не все кто действительно находится в СИЗО в этот попали мониторинг кратенько остановлюсь буквально не сакофамилия это Вячеслав Чумак Лариса Чубарова она кстати является гражданкой Российской Федерации сейчас содержится в Полтавском СИЗО Валентин Владимирович должен знать Марина Ковтун Вадим Устинниченко Владимир Дворников ну и уже говорили о Мехте Лагунов 83 года человеку находится в СИЗО ну это ему инкриминирует якобы создание террористической диверсионной группы ну это откровенно смешно человеку 83 года поэтому пожалуйста более углубленно проработайте по возможности этот мониторинг и вот говорили здесь и журналисты вот надо что-то делать вот действительно даже вот такая вот капля вот такая вот капля мониторинг она все равно точит камень потому что за неимением других все равно будем делать хоть это можем делать это будем делать это получится что-то большее поверьте мне сделаем гораздо больше спасибо у нас есть гости из Греции я так понимаю вопрос по-английски можно я являюсь членом экспертного сообщества клуб Молотова а также союза помощи Донбассу Греции и хочется спросить если какая-либо хоть какая-то реакция европейского парламента европейских органов на факты политических репрессий на Украине я могу только с удовлетворением отметить доклад генерального верховного комиссара ООН по правам человека да вот два доклада уже появились в которых четко отмечается применение пыток внесудебных расправ службы безопасности Украины наличием тайных тюрем мы направили этот материал в начале в международный красный крест международный красный крест по нашей просьбе связался с управлением комиссара по правам человека и вот этот материал был изучен этой международной так сказать институции и такой доклад был разослан я ожидал на реакции на этот доклад со стороны европейских государств никакой реакции ну ладно на мои письма никакой реакции но это официальный доклад оон на который бы европейские государства должны были бы отреагировать вот вы поинтересуетесь еще у вас социалистическое правительство ципроса Греции правда полностью зависимы от кредитов международного валютного фонда но тем не менее чужина не отреагировала на этот доклад посмотрим как отреагирует сейчас там европейский парламент в котором прошли слушания как отреагирует Бундестаг как отреагирует члены парламента Италии где мы собираемся такие слушания провести посмотрим вот тут молодой человек сказал что вода воду вода камень точит будем ориентироваться на то что может быть раньше чем истощится камень реакция появится еще вопросы есть давайте если можно обобщенные данные есть какие-то количество политических заключенных сейчас на Украине цифры вот здесь наш товарищ Александровский сказал что не все естественно попали в мониторинг эти фамилии безусловно они все не могли попасть потому что по нашим данным около полутора тысяч человек находятся в тюрьмах Украины по политическим статьям или статьям которые приближены скажем так политически к политическим то есть их обвиняют в уголовных преступлениях но на самом деле их подвергают репрессиям по политическим признакам это сотни человек и в Харькове и в Херсоне и в Одессе и в Николаеве и уже находятся на западной Украине в колониях и тюрьмах получивших срок к сожалению мы не можем ручаться что в наших списках все 100% людей которые подвергаются политическим преследованиям потому что вот здесь господин говорил что почему вот не встают почему не поддерживают бывшую власть и так далее в стране в которой тоталитарная диктаторская диктатура режима невозможно вообще поднять голову и многие родственники боятся даже сообщить о том что кто-то из их близких попал в тюрьму по политическим мотивам поэтому полный список вам никто не может предоставить и мы его тоже не имеем но по нашим данным около полутора тысяч человек в наших списках находятся и опять же каждый день приносит нам все новые и новые фамилии к большому сожалению еще вопросы антон бредихин федеральная автономия украинцев россии николай янович вопрос такой киев продолжает гнуть линию того что их политические репрессии не имеют действительного основания и не имеют какого-то международного резонанса и характера и при этом киев совместно со своими американскими хозяйами вырабатывают позицию того что в россии проводится какое-то политическое угнетение украинского меньшинства мы видим то что многие украинцы покинули территорию украины после евромайдана живут на территории российской федерации как на ваш взгляд мы видим как раз недавно была принята резолюция по крыму в оон где была осуждена российская российская федерация вы видите эту ситуацию изнутри со стороны российской федерации как считаете есть ли такой прецедент вообще какого политика российской федерации по отношению к украинцам которые живут на ее территории я могу одно сказать что это выдумки бредни вот в россии абсолютно толерантны отношения к украинцам я всегда смеялся когда на скажем заседании межправительственном я представлял украину русский с родом скауги да а например Виктор Борисович Христенко с Полтавы представлял интерес России посмотрите сейчас на состав правительства России там добрая четверть это украинцы поэтому никакого тут угнетения естественно в России украинцев не существует я за 4 года ни одной жалобы я очень много общаюсь со своими соотечественниками очень много общаюсь ни одной жалобы не слышал чтобы их как-то принижали угнетали другое дело что многие вопросы миграционного законодательства применения правоприменения миграционного законодательства по отношению к тем беженцам которых миллионы уже в России из Украины еще не до конца отрегулированы и мы эти вопросы ставим перед правительством Российской Федерации перед Государственной Думой они есть их надо признать и над ними надо работать между Украиной и Россией в том числе благодаря моему так сказать моему правительству было заключено громадное количество соглашений которые сейчас украинская хунта пытается использовать вот например о правовой помощи да вот они штампуют запросы против наших соотечественников которые вынуждены бежать по политическим соображениям и органы правоохранительной Российской Федерации принимают эти запросы постановление это действует совместное решение действует и начинают заниматься вот эта проблема тоже существует к большому сожалению но то что творится в Украине по отношению к русскому народу к русским по этнически русским это вообще в голове не укладывается запретить обучение в школах на русском языке с 20-го года это надо додуматься это венгров возмутило они сейчас блокируют все так сказать европейские инициативы Украины из-за того что они говорят подожди ребята у нас проживают компактно 150 тысяч венгров у нас есть венгерские школы в Берегово как это так венгры не смогут своих детей учить на родном для них венгерском языке завозмущались румыны они тоже компактно проживают был отменен саммит Украина НАТО который в декабре должен был состояться потому что венгры заблокировали проведение но я говорю венгра ладно а там же 20 миллионов живет у нас для которых русский язык родной и это абсолютно естественно потому что кто в советском союзе обращал внимание у меня жена украинка например я что спрашивал ее кто она по национальности где у нее живут родственники никогда в жизни не задавал такой вопрос национальный вопрос для Украины сейчас который раздувается это способ удержания народа в узде запугивания им надо порвать абсолютно все связи с Россией хотя вот я как экономист как человек занимающийся экономикой до сих пор не могу понять две трети угля которые сейчас находятся на украинских теплоэлектростанциях и благодаря которым Украина пройдет зиму поставлены из Российской Федерации более половины тепловыделяющих элементов благодаря которым будут работать атомные станции зимой это российские твэлы 16,5 миллиардов кубов газа который закачан в газохранилище это российский газ 3,5 миллиарда кредитов это российские деньги я могу дальше перечислять этот режим существует благодаря тому что его с одной стороны подпитывают американцы и европейцы недавно хан еврокомиссар выступил и говорит ё-моё затылок почесал мы 14 миллиардов евро влили в этот воровской режим где они хан напрямую заявил а я подумал а точно так же рассуждает международный валютный фонд он только 14 миллиардов долларов влил где они но ведь это 20 ну 30 практически миллиардов долларов большие деньги для Украины что такое 30 миллиардов государственный бюджет больше полтора сегодняшних благодаря этим деньгам они существуют и живут припеваючи я имею в виду верхушка а с другой стороны и Россия помогает удерживает представьте если бы не поставили две трети угля что Пенсильвания бы завязала нет от Донбасса они сами себя отрезали сейчас бы сидели и куковали с веерными отключениями электричества это очень серьезная проблема еще вопрос есть у меня вопрос у меня вопрос правозащитникам политикам я постоянно слышу то что в Украине народ не повстал против режима тоже журналистов кстати ну как это это неправда против режима осталось 4 миллиона человек на Донбассе 4 миллиона их закрыли грубо говоря колючей проволокой почему это не учитывается это те люди которые стали против режима реально это граждане Украины спасибо давайте давайте будем завершать уже может время уже полтора часа добавлю к этому вопросу Николай Янович вы вот только что сказали что Украина отгородила себя от Донецкого угля и так далее вот в рамках этого хотелось бы узнать ваше мнение с одной стороны Украина говорит Донбасс это Украина это наши люди наша земля я считаю так оно и есть и российское руководство так говорит а с другой стороны это же явное нарушение прав человека то есть людям перестали платить пенсии у меня вот мать пенсионерка она на последнем живет из дыхания что-то иностранные наши партнеры западные по этому поводу возмущаются Киев обращается Киеву насчет того что сотни тысяч пенсионеров поставлены Киевом на грань выживания ну если вы знаете официально да и минские соглашения предусматривали возобновление выплат пенсионерам и об этом в рамках нормандского формата беспрерывно говорят об этом говорят деятели ФРГ Германии да и Меркель неоднократно высказывался и Зигмар неоднократно высказывался но Васька слушает да есть вот вот я когда получил статистику значит госкомстата Украина по количеству пенсионеров я стал думать 14 миллионов пенсионеров было там в 13-м году сейчас они показывают 11,2 значит 2,8 миллиона пенсионеров разница думаю как они считали может быть они Крым не учитывали хотя вроде везде кричат что Крым это Украина ну предположим не учитывали там 300 тысяч заминусовали может быть не учитывали вот эту часть Донбасса хотя везде кричат что это же Украина то есть Госкомстат он же не может руководствоваться какими-то неофициальными указаниями сказано Украина должна считать ну хорошо давайте еще там 600 тысяч заминусуем хотя меньше значительно ну где-то 600 всего 900 так все равно 2 миллиона куда-то делись а куда не могли деться пенсионеры они что в Европу поехали нет они в Европе не нужны даже в Россию они не поедут потому что ну куда поедет пенсионер без пенсии без ничего рабочий человек еще поедет а пенсионер значит куда эти 2 миллиона за эти 2 года проследовали как вы думаете туда большому сожалению куда мы все когда-нибудь уйдем на кладбище надо говорить об этом четко и ясно вот это самый настоящий геноцид это самый настоящий галдомор потому что на пенсии полторы тысячи гривен сейчас прожить невозможно лечиться невозможно получать медицинские услуги невозможно вот и что вот вы думаете американцы об этом не знают вот они сидят там посольство громадный штат больше чем в любой европейской стране они не знают знают прекрасно что Меркель никто никогда слушает читает доклады там своих спецслужб посольств что она не знает это все знает но сейчас ямайка занимается спасибо вам за внимание всем я надеюсь что вы донесете эту точку зрения нашу до своих читателей слушателей зрителей все завершаем пресс-конференцию у кого есть какие вопросы пресс-подходы отдельные спасибо спасибо